Добрый день, уважаемые слушатели. Мы все с вами оказались в достаточно сложной ситуации противоэпидемической и, как уже говорили выступающие коллеги, в этот период достаточно затруднительно бывает обращаться в медицинские организации и в учреждения социальной защиты населения. Соответственно, возникли и вопросы по проведению медико-социальной экспертизы в указанный период. Соответственно, правительство Российской Федерации отреагировало оперативно на сложившиеся проблемы у инвалидов и было принято постановление правительства Российской Федерации, которая вступила в силу 9 апреля текущего года, номер 467. Этим постановлением был утвержден временный порядок лица инвалидам. Значит, постановлением оговорено, что срок его действия до 1 октября этого года, но распространяется предусмотренным им порядок на правоотношения, возникшие с 1 марта. Этим порядком, во-первых, предусмотрено проведение медико-социальной экспертизы по любым вопросам исключительно в заочной форме. И, кроме того, в тех случаях, когда инвалидам по тем или иным причинам не может быть оформлено направление на медико-социальную экспертизу, временным порядком предусмотрено так называемое продвение инвалидности. Так оно названо именно в этом документе. Как происходит продвение инвалидности у взрослых граждан? Значит, из пенсионного фонда в учреждение медико-социальную экспертизу ежемесячно поступают направления на медико-социальную экспертизу, вернее, поступают сведения об инвалидах, у которых истек срок инвалидности. Значит, эти сведения поступают не позднее 14 календарных дней до окончания срока инвалидности, которая была установлена. На основании этих сведений бюро поднимает экспертные дела и продлевает на 6 месяцев инвалидность той же группы, которая была установлена ранее с той же причиной инвалидности и с той даты, до которой была установлена инвалидность. Значит, многие неправильно поняли, как прочитали, что действует инвалидность, вернее, это постановление действует до 1 октября и решили, что всем будет продлена инвалидность до 1 октября. На самом деле инвалидность будет продлена, повторюсь, на 6 месяцев с той... Ну, я уйду уже от постановления, вот непосредственно перейду вот к самому актуальному вопросу. Значит, спасибо. Значит, соответственно, группа инвалидности продлевается на 6 месяцев с той даты, до которой инвалидность была установлена ранее. Например, гражданам, которым инвалидность устанавливалась до 1 апреля, инвалидность будет продлена до 1 октября 2020 года. У кого была инвалидность установлена до 1 мая, инвалидность продлена до 1 ноября и так далее. И это касается инвалидов, у которых срок был установлен, начиная с до 1 марта 2020 года и кончая тем инвалидам, у которых была установлена инвалидность до 1 октября 2020 года. И у всех у них срок продлевается на 6 месяцев. Это решение учреждение медико-социальной экспертизы должно вынести не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установленного срока инвалидности. Значит, что касается детей, в том числе тех, которые в период действия временного порядка достигают возраста 18 лет, то есть становятся взрослыми. Значит, если ребенок не достиг возраста 18 лет, им продлевается так же, как и взрослым, категория ребенок-инвалид на срок 6 месяцев с той даты, до которой раньше им была установлена эта категория. Значит, что касается детей, ставших 18-летними в этот период, то они уже не могут быть признаны, соответственно, детьми-инвалидами. И им устанавливается первая, вторая или третья группа инвалидности также на срок 6 месяцев. При этом при вынесении решения о группе бюро опирается на оценку степени нарушения функций, которая была проведена при предыдущем освидетельствовании. Значит, если нарушения были расценены как умеренные, детям устанавливается, вернее, вот этим гражданам, достигшим 18 лет, устанавливается на 6 месяцев третья группа. Если нарушения были оценены как выраженные, им устанавливается вторая группа. Если нарушения оценивались как значительно выраженные, им устанавливается первая группа инвалидности. Значит, постановление отдельно оговаривает то, что для продления на 6 месяцев в этом порядке не требуется ни заявление гражданина, ни его согласие на продление инвалидности. Также всем инвалидам, которым продлевается инвалидность, продлевается и действие индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида или ребенка-инвалида. При этом в ИПРА включаются все мероприятия по реабилитации, которые были ранее рекомендованы в программе реабилитации, которая выдавалась в прошлый раз. Также предусматривается и проведение медико-социальной экспертизы по направлениям медицинских организаций. В каких случаях это возможно только при наличии направления. Значит, для установления инвалидности впервые. Если граждане ставят вопрос о повышении ранее установленной группы инвалидности, с такими случаями мы встречаемся уже. Если медицинская организация уже оформила направление граждан на медико-социальную экспертизу. А также если инвалиды ставят вопрос о внесении изменений в ранее разработанную индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида. Значит, хочу сказать, что амбулаторно-поликлинические учреждения Санкт-Петербурга осуществляют направление граждан на медико-социальную экспертизу. По-разному организую эту работу в разных организациях. Но нам, в принципе, поступает и в марте, и в апреле достаточно большое количество направлений на медико-социальную экспертизу. Я подчеркну, что если медико-социальная экспертиза проводится по направлению и гражданин признается инвалидом, то срок инвалидности составит не 6 месяцев, а в каждом конкретном случае, как это предусмотрено, правилами признания лица инвалидов. Но экспертиза в любом случае будет проводиться исключительно в заочной форме. Значит, также очень много поступает вопросов, как же граждане получат документы по результатам медико-социальной экспертизы, не приходя в бюро. Значит, те документы, которые адресованы непосредственно самим гражданам, то есть это справка об установлении инвалидности и ИПРА, направляются всем заказными почтовыми отправлениями. Значит, на сегодняшний день у нас, безусловно, резко возросло количество заказной почтовой связи, но мы три раза в неделю систематически направляем эти отправления гражданам. Значит, те, кто интересуется номером почтового идентификатора по своему отправлению, значит, могут позвонить в то бюро, где им в прошлом году проводилась медико-социальная экспертиза, и в том случае, если, значит, уже отправление зарегистрировано в отделении почтовой связи, то для отслеживания сообщат номер почтового идентификатора. Значит, кроме того, сведения о результатах медико-социальной экспертизы ежедневно поступают в Пенсионный фонд Российской Федерации и выгружаются в электронном виде в Федеральный реестр инвалидов, и те граждане, которые оформили личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, могут получить актуальные сведения, в том числе серию номер справки, сведения о содержании индивидуальной программы реабилитации, значит, в личном кабинете в Федеральном реестре инвалидов. И также выписки из ИПРА инвалида и ребенка-инвалида для исполнения направляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд Российской Федерации, когда это предусмотрено. Вот, собственно, коротко то, что я могу сказать по временному порядку. Если можно записать телефон горячей линии нашего учреждения, на котором всем обращающимся дают подробные разъяснения по этим вопросам, 8 962 686 5060. Также у нас работает на сайте формат вопрос-ответ, в том числе есть отдельный вклад разъяснения по временному порядку признания лица инвалидом без личного присутствия. Это сайт www.78.gbms.ru и на электронную почту учреждения, которая здесь есть. Субтитры создавал DimaTorzok